Некоторые рисунки самарских школьников словно первые работы известных художников-сюрреалистов. Пациенты вируса изображены масштабно, в то время как врач в одиночку ведет борьбу против смертельно опасной болезни. Поддержать медиков в период пандемии решили ученики 132-й и 81-й школ города. Более 50 работ разместили в третьей поликлинике Ленинского района Самары. Практически все работы, которые созданы детьми, они достойны уважения, любви и позитивного восприятия. Я думаю, вот в этот период нужна именно и такая поддержка нашим врачам. В период непростой педобстановки нагрузка на медиков колоссальная. Дополнительные меры поддержки врачам регулярно оказывают власти города, регионы, волонтеры и заведения общественного питания. Медработникам передают средства индивидуальной защиты и продукты. Пандемия, которая обрушилась на нас, на самом деле это наша общая беда. Ее нельзя сейчас делить на тех, кого она задела, кого может зацепить. Это наша общая проблема. И поэтому решать эту проблему надо нам все вместе. Обстановка в мире очень тяжелая и врачи работают на износ, поэтому мы всячески пытаемся помочь их, поддержать в это трудное время и как-то вот взбодрить их. Подобные акции традиционные охватывают все поликлиники города. Врачам действительно есть за что сказать спасибо. На заботу медработники также отвечают благодарностью. Но не забывают напомнить, победить вирус можно только коллективно. Усилий медиков недостаточно для борьбы с этим заболеванием. Необходима также активность масс в отношении того, что необходимо усиливать и социальную дистанцию, носить защитные маски, обрабатывать руки кожным антисептиком, потому что в основе все-таки лечения лежит профилактирование. А это очень важный момент в лечении вообще всей этой проблемы. Организаторы акции отмечают, поддержка медработникам в период пандемии будет оказываться повсеместно, вплоть до снятия ограничительных мер и режима повышенной готовности. Ольга Павлова, Сергей Баскин, События.